всем привет это следующая третья часть разбираем теперь мы перед в данном случае будем снимать крылышки для того чтобы поставить идеально на места крылья я ставлю вот такие меточки во первых прямая линия указан зазор и в данном случае вот эта деталь выступает на 1 миллиметр над этой вот видно да здесь плюс один значит выше на 1 миллиметр 4 миллиметра зазор здесь тоже плюс один эта деталь выступает на миллиметр выше три с половиной почему потому что вот заводские зазоры ничто тут не делалось не разбиралась никогда не собиралась зазоры даже визуально видны как бы здесь зазор вот виден 1 и 8 2 3 3 и так далее для того чтобы идеально поставить кузовщину как она была чтоб не было вопросов вот так вот ставим меточки и потом по этим меточка вот разрезе дрен 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 ногтем и все кузовщинка будет стоять так как она стояла до разборки в данном случае мелочи но я предпочитаю вот эти нюансы тоже соблюдать как было так поставим назад на то же место продал ну вот ребятишечки тут на nissan и не жалеют вот таких клипс на защиту они очень противно снимаются но что делать есть у нас съемнички с помощью таких съемничков все это снимается ну и опять же сразу же вот эти все вещи ставятся на свои места фары открутились болтики на место закрутились то же самое вот так и здесь бампер открутился вот он болтик на место закрутился вот тут еще сейчас придется отключать вот эти омыватели вот потому что и противотуманки и потом снимать бампер вот как то так продолжаем дальше разбирать машинку ну вот наконец-то машинка разобрана значит все болтики все гайочки клипс очки весь этот хлам чтобы потом с ума не сходить вот все надо поставить я не заморачиваться мне потом вот не держится она тут эта клипса я ее беру скотчем приматываю и все потому что потом это такой геморрой все это искать кто где стояла шо где висела вот когда куча всего ставит лучше все это закрутить на свои родные места чтобы она была на месте вот и потом уже можно что-то делать чем-то заниматься вот а так просто-напросто это все будет сложно теряться будет намного больше времени на все эти работы вот тут всякие нюансы есть вот допустим здесь вот по этому месту вот здесь грязи пылезащита вот видно чисто стоит с той стороны ее нету и начинаем потом гадать что как было что как не было поэтому тут как говорится и без этого хватит нюансов всяких с которыми придется заниматься а еще добавлять вот это по разборке сборки себе геморрой нет смысла а учить мат часть чтоб как разбирать машин много и все они разные тоже как бы кто умным назовет поэтому каждый раз приходится на одни и те же грабли наступать вот чтоб этого не было опять же все это ставится на свои родные места а там уже потом по смыслу и по опыту все это собирается ну все разборка закончена вот крылышки снял я бампер снял все поснимал теперь как бы чистка дефектовка и приступим к основной так сказать теме из-за чего все это началось